Невероятные секреты Тумов, секреты драконних, криков, о которых вы, возможно, не знали. Друзья, всем привет! Меня зовут Сагиров Иван. Это мой канал Мистер Кэт! Начинаем! Мальчики, девочки, подписывайтесь на мою группу ВК, где очень много Скайрима, а в будущем будут Древние Свитки 6. Подписывайтесь, ссылочка внизу. Ну что, секрет первого крика. Невероятный секрет. И крик под названием Гармония Кин. Голос успокаивает диких зверей. Они больше не хотят ни сражаться, ни убегать. Но этого крика есть очень-очень-очень крутой секрет, друзья! Если вы играете в Скайрим Спешл Дишн, или в легендарное издание, или у вас просто установлено дополнение за строительство поместив, то вам добавляются вот такие вот рыбки, которые прыгают в водопаде. В фонтане, хотел сказать. Их ловить очень трудно. Они дают очень крутой ингредиент. Это лососевая икра. У меня отдельно было за нее видео, как качать алхимию за 2 минуты, друзья! Но их собирать трудно. Но с этим криком, смотрите. Хм, уже не прыгают. Уже они не прыгают. А ну-ка, друзья, вся икра! Вся, 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 вся эта икра будет здесь! Это просто мега-крутой способ! Мега-невероятно-крутой способ собирать эти ингредиенты! Офигеть! Вы посмотрите, сколько тут этой рыбки! Собирать ее тяжело, очень тяжело. Но, с нашим криком... Это мега-имбовая рыбалка! Все, просто спускаемся и собираем урожай. Если вы знаете еще крутые способы, то пишите в комментариях, друзья. Офигеть! Секреты просто бесконечны в Скайриме! А следующий крик имеет сразу два секрета. Хм, и это крик под названием «Чистое небо». Сам Скайрим подчиняется этому тууму. Туман рассеивается, и погода становится ясной. Очень круто, например, в Фолкрате, когда туман или дождь... Вы крикнули! И стало хорошо, солнышко! Но, друзья, если вы крикнете ночью, смотрите, какой эффект получите. Лог, пока! Поначалу... Ничего. Давайте немножечко подождем. Послушаем эту замечательную мелодию. И понаслаждаемся видом. И как одно все меняется. Вы посмотрите! Вау! Дракон, не раздави меня! Надеюсь, ты не покакаешь. Смотрите, друзья, как же красиво! Сразу становится северное сияние. Вау! Обожаю из-за этого Скайрима. Обожаю! Это первый секрет данного крика. Что ты сказал? А теперь второй. Крик «Чистое небо». Перезарядка первого крика 3 секунды. Это нами нужно всего лишь 3 секунды. Но только если у вас амулет Талоса и благословение Талоса. На секундочку бежала снасила. Первое слово «Перезарядка 8 секунд». Ого! Но нам нужно именно чистое небо. Теперь смотрите. Смотрите, как это помогает нам в бою. Дракон. Привет. Легендарная сложность. Ну-ка. Гад, подамажил. Чуть не успел. Друзья, вы прерываете любого врага. Драконов. Как только начинают кричать. Перезарядка 3 секунды. Вы понимаете, что это имба? Вы понимаете, что это... Ого, как круто! И все. Так, стоп, стоп. Да, но только нужно вовремя. Не-не-не, дорогой. Взлетай. И все. Но если вы, помимо амулета Талоса и благословения Талоса, еще используете крик воплощения дракона, то, смотрите, чистое небо, перезарядка первого крика. Одна секунда. Одна секунда. Вы вообще представляете масштаб? Если мы зайдем в крики и посмотрим безжалостную силу, то четыре секунды тоже, но... Одна секунда, это, конечно, мощно. Это очень мощно на самом деле. Очень мощно. И так вы можете прерывать и вводить в стан короткий любого врага, друзья. Вы посмотрите. Какая прелесть. Как же офигенно. Зачем? Зачем теперь использовать безжалостную силу? Не, ну понятно, там есть свои плюшечки. И дальше рассмотрим секрет безжалостной силы. Ваш голос, средоточение силы. На своем пути он отталкивает все и вся. Да, друзья. Перезарядка 23 секунды. Фуск, руда! Стандартный, самый центровой крик. Но, друзья, его можно несколько раз улучшить. И первое улучшение у Партурнакса. Берем талант. Я хочу поразмышлять над словом силы. Кто из них взывает к тебе, Давакин? Фус, Фейм или Йоу? И берем талант Фус. На вашем языке это зовется сила. Но когда ты толкаешь мир, мир толкает тебя в ответ. Получаем талант Сила без усилий. Вы теряете равновесие на 25% реже. А противник теряет равновесие на 25% чаще. И именно второе на 25% чаще это усилит наш крик. Да, друзья, именно наш крик. Понимаете, на некоторых фарауов он может не сработать. А тут еще 25% на то, что он 100% сработает. Также вы теряете равновесие на 25% реже. Этот талант очень классный. С талантом из тяжелой брони. Здесь есть, по-моему, вот, вот, вот. Смотрите, при ношении только тяжелой брони вы теряете равновесие на 50% реже. А с тем талантом еще на 25%. Это получается 75%. Очень неплохо. Но, но, друзья... Толкнуть мир сильнее, чем он толкнет тебя. Этот крик можно еще улучшить. В черной книге Острое перо мы, друзья, берем вот этот талант. Сила Дракона Рожденного. Ваш крик безжалостная сила наносит большой урон и может дезинтегрировать врагов. Ого, давайте тестировать. Ваш крик безжалостная сила наносит больше урона. Если вы используете все три крика, это дополнительно 50 единиц урона. А использование всех трех слов может дезинтегрировать врагов. Что же это такое? А ну-ка, давайте тестировать. Второй крик. Вот, друзья, в пепел. Вы представляете, какой это крик на первом уровне для моего нестандартного прохождения? Это, конечно, очень круто. Во-первых, ничего не качается. Никакая магия, ничего. Я хочу взять талант. Ого. Ну как же я сразу возьму? Не получится сразу взять, конечно, нестандартное прохождение. Но прохождение на первом уровне с таким криком – это имба. Крик под названием «Голосовой бросок». Тум слышен, но источник его неизвестен. И услышавшие начинают его искать. Идеальный крик для воров. Почему? Сейчас покажу. Также со своим секретом. Факел. Притушил факел. Я такого бага еще не встречал. То есть немножечко притушил, но он горит. А может это такой факел? Прикольный бах. То есть вот так вот подходите и слушаете голос Довакина. Да, с помощью этого крика. Единственная крика – вы слышите настоящий голос Довакина. Слушайте. Эй, урод! Кстати, фразы у них разные. Сейчас покажу другие. И вот так вот. О, черт, все-таки заметили. Очень много разненьких фраз, которые просто комбинируются. Ребята, реально голос Довакина только в этом крике. Ну, на сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Напишите, какие секреты по крикам вы знаете. Если знаете. Потому что у меня, друзья, еще столько секретов. Аж до выхода древних свитков. Шесть. Все. Всем пока. Всем счастья. Всем здоровья. Пока.